Привет, друзья! С вами я, Тиран, и это видео будет про Ripple XRP. Думаю, нужно периодически делать видео про XRP, потому что я не только являюсь одним из людей, которые 6 лет назад инвестировали в XRP, но и до сих пор, когда меня спрашивают про мой портфель или какую технологию инвестировать, я говорю, у меня до сих пор на первом месте в портфеле XRP. И я могу это объяснить, почему оно там до сих пор осталось и будет. Я не представляю, пока что я не вижу ни одного проекта, который настолько бы гарантировала, в котором настолько бы была нужда. И я могу это формулировать. И я попробую в этом видео еще через несколько сторон объяснить почему. Мы должны понимать, что во всех этих технологиях есть ранговая система. Я скажу это так. На первом ранге это Ledger. Потому что структура Ledger позволяет, чтобы на нем с помощью разных API, которые предлагает Ledger, строить разные специфические блокчейни. Объясню другими словами. Блокчейн не может быть Ledger, а Ledger может быть любимым блокчейном, который нужно для какой-то специфической решений, направлений. Поэтому блокчейн стоит ниже ступени, чем Ledger. Ledger, который работает на самых простых формулах, и который может быть децентрализованно, масштабированно, его децентрализованность может быть масштабирована, не влияя на работу, быстроту работы. XRP Ledger это обеспечивает. Ledger, который может быть использован для любых специфических решений, для построения любого блокчейна, который тебе нужно будет, разработчику нужно будет, и который тоже будет иметь ту же быстроту и децентрализованность на уровне Ledger. Это есть. Это тоже. Ledger, на котором можно построить блокчейн и на котором построить DUB, который тоже будет иметь, то есть рангом ниже, еще рангом ниже, который тоже будет иметь ту же быстроту и децентрализованность. Жангом выше блокчейн, который имеет тот же, что и сам Ledger. Без каких-то, без каких-либо Layer 2 или ZK Roll-Up, или же вообще сторонных полигонов, или других таких, которые серьезно смотрятся для обеспечивания быстроты, например, сети эфириума. Но смотрится смешно, когда мы говорим, что Ledger нуждается в таких решениях, чтобы оно просто работало. Делало то, что должно делать. Иметь децентрализацию, иметь быстроту, иметь гарантию. То есть DUB, блокчейн, все это можно построить, и это все будет иметь тоже качество, базовые качества, быстрота, гарантия, безопасность, что и Ledger. XRP Ledger с самого начала было построено на этом направлении, и оно себя оправдывает в течение вот всех этих лет. XRP Ledger оправдывает настолько, что компания Ripple решилась использовать внутренний транспорт в Ledger. XRP это просто транспорт в Ledger, который передвигает информацию. Решили использовать этот транспорт для того, чтобы оно передвигало деньги. Когда мы говорим про использование блокчейнов для трансферной информации, сохранения и трансфера, в реальности это немного другое, чем блокчейн, который настолько гарантирован, настолько быстро и децентрализован, что оно можно, внутренний токен, коин точнее, можно использовать для транспорта денег. Сейчас, когда мы, будет правильно сказать, играем с токенами, не важно это Ethereum или Matic или любой другой. Ну, в реальности, любой большой финансовое учреждение или банк, с его стороны, это просто игра. Люди там играют. Потому что для него поставить миллиарды долларов, все свои миллионы транзакций на какой-то блокчейн, это несравнимо с серьезностью того, что мы делаем. Если я отправляю тебе деньги в Ethereum или XRP, не важно. То, что я делаю, мы делаем, это несравнимо с теми гарантиями, что хочет вот это финансовое учреждение. И компания Ripple настолько уверена в работоспособности Ledger, что с первого дня предлагает использовать XRP, транспорт Ledger, сети, в качестве транспорта средств. То есть плюс XRP само может являться деньгами, на которую можно сконвертировать ту или иную валюту, отправить с одной точки в другую точку, потом сконвертировать на другую валюту. Тут очень важно, чтобы понимали, что для этого компания Ripple настолько должна быть уверена, что вот этот транспорт нигде не остановится, никто ничего там не изменит. И даже этот транспорт должен обеспечить две вещи. Первое. В прямом смысле, миллиарды транзакций, микротранзакций без проблем должно происходить. Плюс, наверное, десятки тысяч или сотни тысяч больших транзакций и несколько тысяч или сотен очень больших, то, скажем, несколько сотен миллиардов долларов в то же время должно происходить с этими миллиардами микротранзакциями. И все это сеть должна полностью обеспечить. Ни разу не должна сеть сказать, у меня не получается. Леджер дает эту возможность построение визуализации этой возможности, этих масштабов и мощностей. Можно следить за ОУДЛом. Нельзя хотеть или представить, даже нельзя представить. Реальность в этом. Нельзя представить себе и говорить себе, я хочу, чтобы ОУДЛ сразу же бомбануло несколько миллиардов. Сразу. Я хочу завтра видеть, что в ОУДЛ несколько сотен миллиардов, и они каждый день или минуту отправляются туда-сюда. Почему? Потому что для Ripple важно показать, что и для банков, которые партнерствуют с Ripple, они нуждаются в гарантии. Гарантия всегда приходит со временем. Ты никого не убедишь, что и вправду. Может, программа такая, но ты не убедишь это. Не можешь сказать, у меня так. Завтра увидите. Поэтому годы, хотим мы этого или не хотим, эти годы мы видим, как ОУДЛ растет. Рост ОУДЛ говорит исключительно об одном, что все, кто думают о партнерстве, о поставке на ОУДЛ, скажем, немного больше средств, они все видят, что все это время ни разу не было, чтобы какой-то трансфер не дошел от пункта А до пункта Б. Как инвестор в XRP, единственное, над чем я слежу, следил и слежу. В принципе, дело мое немного стало неинтересным. Да, потому что было время, когда я следил за каждым тестом. Не важно, это топ-банк. У меня есть видео. Оно закрытое, но там почти каждый топ-банк есть тест на XRP и результаты тестов. То есть, не важно, это топ-банк с несколько, до триллиона, до двух триллионов капитализаций или же маленький банк. Или же Центробанк. Было время, когда они проходили тесты, потом я ждал репортов, смотрел репорты и не было одного репорта, в котором XRP Ledger функционально не мог обеспечивать гарантию, в первую очередь гарантию перевода. Для меня очень интересным репортом был и останется репорт от банка Англии. Потому что это один из тех банков, который, если правильно помню, 600 миллиардов долларов поставлен на RTGS. То есть, каждый день 600 миллиардов долларов. Там у них фунт стерлинг, но сконвертировали, получается где-то 600-700 миллиардов долларов. RTGS – Real-Time Growth Settlement. Это не RTP, а вот эти средства каждый день могут отправляться в какой-то, конвертироваться в другую валюту. И в этом репорте было отделено, потому что я такое в других репортах не видел. Только в этом репорте было написано, что технология обеспечивает все. Безопасность, гарантия перевода – все супер. Единственное, что нет – это ликвидность. То есть, если сюда поставить 600 миллиардов долларов, отправить куда-то, там не хватит ликвидности, конвертировать это. Что это говорит? Единственное, над чем нужно работать Ripple – поднять ликвидность. ODEAL – поднять ликвидность. Есть два варианта. Первое – это когда два банка с разных сторон поставят свои большие трансферы, чтобы сразу же поднялась ликвидность. Во-первых, эта регуляция должна позволить им. Второе – они хотят гарантии. Гарантии, которые строятся постепенно. Для того, чтобы дать им эту гарантию, что можно сделать? Можно работать с payment-сервисами и трансфером, которые обеспечивают малое количество денег. Но очень часто перевод этих денег. А это вероятность. Человек пошел работать в США, оттуда отправляет деньги в Мексику или в Индию. Из Англии в Индию, из Бразилии куда-то. И мы видим, что самое масштабное, на что работает Ripple – это поддерживать именно малые суммы больших количеств трансферов по всему миру. Что добавляет ликвидность, по сути, во всех каналах, где есть вот такие переводы. После этого уже банки частично будут ставить свои трансферы. Плюс для банков финансовых учреждений. Почему очень важна регуляция? Потому что тот же самый ISO 2022 дает им возможность перейти на эту технологию, использовать эту технологию. SWIFT задерживала этот переход, потому что у них не было готового SWIFT GPI. Сейчас это готово. 20 марта будет возможность уже все перейти. Если ты заранее с Ripple тестировал систему, для тебя та ликвидность, которая есть, она нормальна для каких-то количеств переводов. Между тобой и твоим партнером банком или финансовым учреждением где-то в другом конце, где есть тоже возможность подключиться к Ripple. С 20 марта фактически есть лицензия на использование. И как правильно формулировано, никто не обязует тебя переходить на новый стандарт. Про ISO 2022 у меня есть видео, в котором я коротко говорю, что это стандарт. И в этом видео скажу ISO 2022. Это просто стандарт. Стандарты и пункты, по которым информация про денежные переводы отправляются и получаются гарантированно без каких-либо потерь, частичных или общих. То есть использование инновационных технологий, которые имеются и у Ripple. Это сам Ledger. В принципе, разница между Ripple и тем, что я могу построить свой Ripple на XRP Ledger. Разница между нами то, что они контролируют escrow. где-то половина XRP, которая программно выпускается и получается, продается партнерам или в рынок. Все это контролирует компания Ripple. Но если бы не было вот этого, по сути любой мог бы построить свой Ripple на XRP Ledger. Итак, с марта начинается и там очень аккуратно написано, что никто вас не заставляет перейти на этот новый стандарт для международных переводов. Но если вы перейдете, вы будете просто конкурентоспособны. До 2025 года должно быть, по сути, закончен вот этот переходный момент. То есть, если кто-то ставит, что начиная с марта 20, что-то будет бомба с XRP. Я думаю так, юристически дается возможность использовать, но с другой стороны юристически XRP, оно не имеет статуса в некоторых странах. Конкретно что это? В Америке мы знаем вот этот судебный смехатронный, смехатронный, это слово, судебный процесс, в котором... Видео, в котором я говорил, что все это делается с целью... Спонсор всего этого это эфири Малес. Далее, если будем более конкретны, это JP Morgan в первую очередь, потому что JP Morgan первый, кто теряет огромное количество средств из международных переводов, если нет интермедиа или же... Та банковская система сейчас, beneficiary, потом интермедиа банк. Все это, каждый имеет комиссии, поскольку в основных в большинстве 10 тысяч примерно аккаунтов только у JP Morgan, то есть все комиссии от 10 тысяч таких банков берется, в итоге забирается JP Morgan. То есть переход на технологию, в котором напрямую тут отправил сеть, нету никого, чтобы в долю комиссии вошла, а там получил кто-то. Тут теряется огромное количество средств JP Morgan. И они для этого построили свой Quorum первое на эфириуме, сделали приватным, потому что в реальности на эфириуме это не было возможно реализовать, потом другая версия вышла, тоже не работал. Дело в том, что у тебя есть технология, которая с первого дня, она работает, не дает сбоев и до сих пор все отлично работает. И есть технология, которая никак до сегодняшнего дня она не обеспечивает ничего, даже близко той технологии, тех возможностей, у которых есть Wix Open Ledger. Поэтому все блокчейны, которые модификации, которые хотел использовать JP Morgan, они становились в итоге приватными. А XRP Ledger это открытый, публично. Вот еще одно в начале видео я сказал, что Ledger может быть любым блокчейном, что ты хочешь, то поставь на это. А блокчейн нет. Блокчейн это специфичный. И если что-то оно не может поддерживать, что ты делаешь? Закрывая, говоришь, что это приватный блокчейн. Но в реальности я откуда знаю, что это и вправду блокчейн? Это приватно. Ты можешь просто позади поставить один сервер, два сервера и вот все. То, что приватно, не гарантирует уже саму идею изменения всех этих технологий. На публичном блокчейне ты можешь сделать приватные транзакции. Это другое. Я не могу видеть, например, сколько ты отправил. Это другое, чем сама система закрытая, в котором я не вижу, как ты отправил. Разница между тем, сколько ты отправил и как ты отправил это, в этом и заключается переход. Swift может заблокировать, потому что он знает, как это отправляется. JP Morgan на своем приватном блокчейне может заблокировать, остановить или что хочет, может делать. Потому что это приватно. У него кнопка «Позвольте» или «Не позволите». На публичном ты не можешь. Максимум, если тебе нужен, построишь блокчейн на лейджере, который, например, будет что-то не показывать. Потому что это приватная информация. Но как оно отправляется, должно быть сутью самой технологии. Что вот эта суть, оно публично. То есть децентрализовано. То есть безопасно. Что не имеет сторон, которые могли бы повлиять на саму структуру, как что-то отправляется. Вот этот судебный процесс смехотворный. Это все эфиремалиос. Но далее, опять же, по моим размышлениям, JP Morgan на первом месте. Также я просто вспомнил, как JP Morgan не договорились с Ripple. У меня маленькое видео. Несколько лет назад. Когда они пошли в офис Ripple. И после этого сразу все. Один лагерь, другой лагерь. Так вот, как XRP инвестор, для меня важно то, что можно использовать эту технологию. И, наконец, мы 20 марта увидим, что это все входит в стандарты. XRP Ledger имеет ту стандартизацию, которая рекомендуется. На переход которого рекомендуется. Swift задержали все эти рекомендации до того, как они тоже будут иметь. JP Morgan, посмотрим с их приватными блокчейнами, чего добьется. Но, в любом случае, всегда это невозможно остановить. Или же задержать можно. Вот что самое классное в прогрессе, что задержать можно. Но это становится все труднее и труднее задерживать прогресс. И рано или поздно оно просто врывается. Задержали с помощью SIFT, с помощью JP Morgan судебный процесс. который тоже конечная дата в марте. Для XRP важное решение будет в марте. У нас есть в марте позволение, регуляции, которые рекомендуют на переход. В переходе Ripple уже имеет большое количество партнеров во всем мире. Уже имеет флажок, что за несколько лет удел растет. И оно ни однажды не было, чтобы оно не работало. Были проблемы с ним. То есть, у него есть доказательства работоспособности в своей программной обеспечении. Те банки, которые ждали, что будет легально использовать. Они будут использовать. На теории, что на лифт будет ODL и рынок, это как лифт для прыжка цены XRP. Для меня полностью логично то, что XRP не может быть дешевым. Это никак не... Насколько XRP дешево, настолько сама сеть не годна для отправки получения больших средств. Каждая XRP должна быть дорогой. И чем... И вот это... Сколько? Дорого сколько? У меня было видео, что оно может быть тысяча долларов. Оно может быть и десять тысяч долларов. Но... Чтобы вы сейчас не покупали... Или же вы не думали, что... Вот XRP сказал, что XRP будет стоить десять тысяч. XRP говорит, что... Я говорю, что XRP имеет все... Все, что нужно, чтобы стоить десять тысяч долларов. Но XRP для того, чтобы стоило десять тысяч долларов, нужно, во-первых, уровень. Нужны уровень. Первый уровень, на котором работает Ripple, и это у него идеально получается. Супер получается. Это уровень малых средств, но много этих малых средств. Отправка. Отправка. Получение. Remittance. По всему миру колидоры только растут. ODL только растет. Это можно... Эти дата поставлены открыто. И real-time можно видеть это. На этом уровне, для которой цена XRP может быть и пять долларов, и десять долларов. Но это та цена, которая на этой стадии ODL и плюс в некотором диапазоне. Оно себя оправдывает. И та цена, которая есть сегодня, она оправдывает себя для транспортировки той количества денег, которая сейчас на Remittance. На тот процент Remittance, который осуществляется с помощью XRP. С лицензией на добро использования, на добро переход на использование этой технологии, это увеличится. Потому что многие из нас все равно до сих пор отправляют средства с помощью банков или банковских приложений. Если там будет возможность Ripple, я выберу Ripple. Кто-то выберет Swift GPI. Мой друг в Иране пошлет Swift GPI туда подальше. Будет использовать Ripple, с которой он мой дизайнер. Или в Америке тоже мой друг IDW, он композитор. Феноменальный человек, с феноменальным голосом и с умом. Я, кстати, всегда, если открыто скажу, для меня мечта понять, как... Такие мелодии, как у Black Sabbath, Phil Collins, Pink Floyd. Для меня мечта, чтобы мой ум один день, хотя бы до того, как я умер, хоть минуту смог создать вот такие мелодии. Хотя бы длительностью на минуту, потому что я отвлекаюсь от темы, но для меня самое загадочное. Вот умы тех людей... Ну, тот же Бетхобин в классике или Моцарт. Или Бог. Как у них это работает? Что они могут создать? Как они это видят в уме? Это одна из моих самых печальных, наверное, последние 10 лет. Я мечтаю, чтобы в моем уме хотя бы одна мелодия близко к тем глубинным, сильным, фантастическим просто... Для меня... Правильно будет формулировать так. Если формулирую так. Все музыки, все, абсолютно все, они есть. Композитор тот человек, который имеет доступ к этому архиву. У него мозг приключается к этой базе. И он оттуда что-то вынимает. Да. Мечта, наверное, сбудется или нет. Но моя мечта это, чтобы я мог понять, как они подключаются к этой базе. Вернусь. Так. Первая ступень для Ripple есть. Оно работает над этим. И цена XRP должна быть в диапазоне, где оно обеспечивает массовые миллиарды переводы маленьких средств. Это дает рост удел калидорам, добавляя ликвидность во всех калидорах. Далее. Цена XRP должно соответствовать тому диапазону, в котором банковские уже немного большие и по количеству немного меньше. Наверное, корпоративные переводы. Что бы это? С не удаляя первый уровень, плюс XRP цена уже должно вырасти, чтобы и вот такие массовые деньги. Большое количество денег, но малое количество транзакций. И на это осуществлять. Далее. Тот уровень, в котором уже большие денежные переводы, несколько миллиардов долларов или десятки, сотен миллиардов долларов. Как, например, RTGS Банк Англии. И для этого XRP должен стоить в том диапазоне, где оно и это. С учетом того, что и другие уровни, все это можно отправить туда-сюда. И плюс есть один маленький, очень не за... тот сектор, который не замечают, но этот сектор, он просто... Архимед, так кажется, говорил, что дай мне опору, я переверну планету. Вот тот сектор, который может перевернуть цену XRP... Давайте так. Я знаю, какой это сектор. Что должно обеспечивать Ripple, чтобы цена XRP просто взлетела. Потому что ни один, ни второй, ни третий, о которых я говорю, они не те переводы, даже RTGS. Это не те переводы, которые могут отправить цену XRP в Stratosphere. В комментах напишите, если кто-то скажет, что это, какой сектор, какое применение. Следующее видео сделаю про это. Если не скажет, все равно, следующее видео будет про это. Так вот. В марте будет позволение использовать. В марте окончание судебного процесса. Цель которого сделать, тормозить все возможные использования XRP в сети Ripple, компании Ripple. Потому что JP Morgan теряет огромное сердце, и ему нужно своё собственное. Хотя бы внутри своих десяти тысяч филиалов и банковских аккаунтов. Но это длилось уже два года. Длится это уже два года. И, как я в своём видео сказал, если в конце даже судья должен заболеть, чтобы это ещё немного продлить. Вот. Уже на этой стадии. Или же судья заболеет. Или же всё. Какое-то решение будет. Негативное решение. XRP это security или же такие беспочвенные. Не может быть. Потому что если будет, это только и только будет во вред реально для американской финансовой системы. Только и только. С учётом того, той биполярной модели, к которой идёт вся финансовая система мира. Потому что есть возможность отказаться сказать вот этому доллару. Доллар, который работает как оружие. Китай уже это может. Россия это может. Индия может. Все вместе вообще. Саудовская Аравия тоже. Так что, хочешь не хочешь. Доллар теряет монопольный. Статус монопольный. Теряет статус оружия. Если в Америке это каким-то таким фантастическим итогом будет security. То это только во вред этой системе. Оно более ставит рамки, что мы приватные. Мы с долларом не знаем. Мы с Чипоморганом и с другими нашими инфраструктурами прошлого века будем продвигаться вперёд. Но об этом я не хочу говорить, потому что это очень большая и, наверное, много под частям об этом говорил. Мир идёт к биполярной финансовой системе. Разные резервные валюты. Больба между ними. Тут важна нейтральная сторона, которая может отправлять отсюда-сюда с гарантией того, что никто никого не может отключить. Сколько бы Swift GPI оно не кричало о себе, мы пока что не видели ту гарантию, что это технология, в которой никто, то есть Swift Америка, не может отключить кого-то. Ну и всё. Когда мы это увидим, мы можем считать, что Swift GPI хотя бы на этом уровне, а не на уровне Ripple. До этого нет. До этого это Swift, который просто перешёл на технологию, в которой не теряются 5% стабильно годовых переводов. Поскольку они сделали научное открытие и перешли на трекинг СМСов, от какого банка, в какой банк перешли средства. Интересное время наше ждёт. До марта 20-го осталось мало времени. Это время в рынке может быть использовано и для пампа, и для дампа на последние дни. Потому что там и судебный процесс, вот перед окончанием судебного процесса, будет или же очень сильно помп, или же дамп, или всё вместе. Поэтому, например, если будут какие-то скачки цен вниз, я воспользуюсь, опять куплю. Для меня цена XRP до доллара, я всегда говорю так, до доллара, одного доллара, цена XRP для меня ничто. По сравнению с той технологией, которая все эти годы показывает, что она работает, она работоспособна, на всех уровнях показывает. Хочешь построить блокчейн, пожалуйста. Хочешь, да, пожалуйста. Всё это на качестве Ledger, да. Ledger настолько реально функционально, что на его транспорт может быть использованы как деньги, да. Как нейтральная страна, да. И они могут расти только. Так что, до сих пор, Ripple у меня на первом месте в портфолио, XRP точнее. И оно будет. Потому что, например, я всегда добавляю, почему я инвестирую в XRP или в любой другой токен, или coin. Я всегда говорю, для меня лично, для меня нужна эта технология. Я буду рад, если эта компания добьется успеха. И реализуется их программное решение. Будет доступно мне. Я хочу этого. Я очень хочу этого. Поэтому, поскольку оно нужно мне, поскольку оно по качеству просто на первом ранге. Есть где-то 8 лет или больше. Который факт, показывающий, что эта технология работает. Есть. Не было ни одной ошибки. Всё. Так что, интересные времена. Времена в марте ждут нас. Ещё в конце нужно добавить то, что те платформы, которые дают возможность встроить на них дабы. Ну, мы говорим про XRP Ledger. Будем говорить про финансовые разные приложения. Получение каких-то токенов. Конвертирование, хранение, залог, займ, инвестиции. Кроме международных переводов. С точки рынка, конкуренции. Давайте посмотрим такие примеры. Чтобы понять, насколько использование XRP может быть нужным и будет расти. Если мы посмотрим на приложение Сбербанка. Или любого другого банка. В Армении тут тоже каждый банк имеет своё приложение. Они рекламируют свои приложения. Для кредитов, для отправки, для хранения. Правильно? У каждого из них какой-то рекламный бюджет, который поставлен на это. Представим, что на XRP Ledger построено 10 приложений. Никто не кричит, что это построено на XRP Ledger. Каждый из них рекламирует быстрота, минимальные комиссии и те же самые функции, которые предлагает твой банк. С точки рынка конкурентоспособности, с точки конкурентоспособности того или иного продукта в рынке, у тебя есть банк, его приложение, его рекламный бюджет и у тебя есть 10 приложений и их 10 рекламных бюджетов вместе. Разница в том, что при успехе взять какой-то процент доли у рынка этих 10 приложений, которые составят какой-то процент в рынке. Если будут хорошие, рано или поздно будут хорошие маркетинговые ходы, они возьмут большую долю. Потому что тут у тебя 10 групп, которые работают над каждым своим маркетингом, а тут у тебя в сбербанке одна группа. Хочешь не хочешь, ты со временем будешь терять рынок. Большинство доли рынка перейдет на эти предложения, которые суммарно все вместе. Какая-то часть. Я взял 10 приложений. Если в рынке 10 таких положений, значит все. Если 100, значит одна десятая. На сети Ripple. То есть рынок никак не может... Рынок разделится между теми платформами, которые могут предлагать ликвидность и доступность. Поскольку Ripple работает над тем, чтобы была и ликвидность и доступность во всем мире, а никто так усердно не работает, как Ripple для XRP и использования XRP Ledger. Поскольку у XRP Ledger есть все открытые возможности, чтобы построить на этом свое payment приложение, у рынка без... тут другого варианта нету. Это довольно большая опора для того, чтобы понять насколько сильно твоя инвестиция в XRP. У рынка безысходность к тому, чтобы перейти, дать большую долю XRP Ledger или XRP Ledger и тем Ledger, которые дают эту возможность. Ликвидность, доступность и возможность на этом что-то построить. Построить финансовые, приложение финансовых переводов, кредиты, займы, конвертация токенов, получение токенов и еще много-много чего. То есть у тебя есть Сибербанк и его маркетинг-группа, его бюджет и у тебя есть открытый рынок. Никакая, никакая компания не может быть конкуренто в лучшей конкурентоспособности, чем открытый рынок. Рано или поздно ты сдашься, потеряешь какую-то долю. Ты будешь терять и терять в предыдущие годы, в upcoming. Любое банковское положение будет только терять и терять долю в рынке. Это неизбежно. Кто будет брать долю из этого рынка? На данный момент только XRP Ledger. В будущем Stellar. Кто знает? Какую-то маленькую часть. Но лично я на Stellar всегда говорил, что развивают одну, другую держат антимонопольную. Для меня лично это Stellar как антимонопольная структура для XRP Ledger. Для меня это. Потому что ты не можешь взять рынок без программы обеспечения, которая не развивается. Инвестиция в любую криптовалюту или в эту сферу, ты инвестируешь в программу. Это приложение, код. Ты не разрабатываешь свой код. Вот и все. Поэтому с открытым рынком банком конец в любом случае. И для кредитов, и для займов, и для трансферов. С любой точки. Посмотри. Банк это одна структура. Открытый рынок с таким инструментом, как XRP Ledger. С этим у тебя нет шансов. И поэтому до сих пор я инвестирую в Ripple. И Ripple для меня на первом месте в моем портфолио. Я всегда, когда говорю про инвестиции, я всегда подчеркиваю весь потенциал XRP Ledger. И манер XRP с точки зрения инвестиций. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok